Добрый день, дорогие мужчины моего возраста. Мой возраст от 50 до 60 лет. И я как бизнесмен понимаю, что малый и средний бизнес должен решать какую-то задачу именно для народа. И в ближайшие 20-25 лет до этого малый и средний бизнес решил основные вопросы. В магазинах все есть, в машины ездят, автосервисы работают, сети существуют. Чего сейчас не хватает у нашего поколения, скажем так. У нашего поколения нет зубов. И это проблема, с кем я из бизнесменов не сталкиваюсь. Все говорят, да, корни там, корни там. Пытаются ставить имплантанты, но те, кто ставит, почему-то платят 500-600 тысяч, и потом у них начинаются проблемы с ртом, с астоматитом. И я, оказывается, узнал, занимаясь лечебным питанием, что, оказывается, зубы-то уже выращивают. И это не просто какая-то профанация, какие-то там. Это первый канал, пожалуйста, я вам сейчас покажу, как это выглядит. В Японии из стволовых клеток ученые создали зубы, специалисты их называют живыми. Они ничем не отличаются от природных, даже эмаль, нервные волокна и кровеносные сосуды. И что самое главное, они прекрасно растут во рту пациента, а прорыве в современной стоматологии наш собственный... Вот, еще раз повторяю. У меня появился некий смысл в дальнейшей жизни, а если появляется смысл в дальнейшей жизни, как бы, мужчина перестает пить. Я понимаю, что я могу вырастить себе эти зубы, если я этой темой займусь. Понятно, не сам, не так быстро, для этого уйдет 5-6-7 лет. И почему я на это надеюсь, потому что 5-6-7 лет назад не было у нас этих смартфонов, 20 лет назад у нас не было ни телефонов, ничего. Поэтому я считаю, что в чем прелесть этого западного образа жизни, западной цивилизации, что она очень быстро какие-то вещи внедряет. Еще раз повторю, что сказано в ролике. Ищите, смотрите, набирайте выращивание зубов в Японии, там все сказано. Японские бизнесмены научились выращивать зубы в арту. И именно поэтому, зная эту тему, я решил заняться сельским хозяйством. Я решил создать небольшие мини-фермы. Для чего? Мы можем вырастить зубы в арту. Я буквально недавно общался с опытным терапевтом. Я спрашивал, вы, врачи, которые учились в медицинском институте, вы знаете, что зубы связаны с какими-то органами? Я говорю, да, я говорю, а люди не знают. Люди вот взяли там зуб типа поменяли и все хорошо. Ну поменял зуб, зуб они абсолютно тут же получают цирроз печени. Как и у моего хорошего знакомого уже печень отрезали и поставили новую. Все, что он зарабатывал, он отдал. Поэтому давайте эту всю неделю я буду посвящать выращиванию зубов, создавать какой-то кооператив на эту тему и двигаться дальше. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.